Прием граждан провели первый заместитель председателя правительства Гаджимагомед Гусейнова, а также вице-премьеры Владимир Лемешко и Рамазан Джафаров. В общей сложности обратилось более полусотни человек. Проблемы носили самый разный характер, от жилищных до строительства школ. Патимат Бурзиева продолжит тему. Предприниматель Фридун Шахпазов начал строить на собственные средства школу в Маграмкинском районе. Одно из них он решил безвозмездно подарить республике. А второй надеялся, что государство выкупит позже, когда в бюджете будут деньги. Район не заключил с ним инвестиционный договор. И деньги зависли, видимо, сейчас бюджет обратно вернулся. Я был в Мопазе Лавазии, но тоже месяц назад. Она при мне, главе, звонила. Ну, тот сказал, у меня, типа, нет договора, я там не знаю, как их использовать. Она спрашивает, что вы собираете деньги? Он говорит, к концу года верну бюджет. Я соответствующе дам поручение, проведу встречу. Пригласим вас в том числе и пригласим главу муниципального образования. Соответственно, попросим принять в этом совещании у Мопазиля Лавазии. И я уверен, что мы выработаем решение. Вот уже много лет тянется судебная тяжба Фархада Пашаева с соседями, которые, по словам заявителя, изменили границы межевания земельных участков. Решение вашего вопроса, да, оно уже в судебной плоскости. Поэтому вот сейчас мы можем идти на плоскости именно оспаривания этого решения. Именно через касаться, вы можете, сейчас должны это оспаривать. От лица обманутых дольщиков к вице-премьеру Владимиру Лемешко обратилась Гафизат Османова. В 2015 году женщина вместе с другими пайщиками вложила строительство многоквартирного дома компании USS по улице Насрудинова. Но дом до сих пор не достроен. Получить назад вложенные деньги люди тоже не могут. С 2015 года мы, значит, вступили как пайщики в это строительство дома компании USS. И по сей день, конечно, дом не то что... Ну, в общем, там 10% работы еще не сделано. Обманутые пайщики писали во всевозможные инстанции, в том числе и в правоохранительные органы. Но пока никакого результата не добились. Владимир Лемешко взял этот вопрос под личный контроль. Обобщить материалы, направить прокурору республики с приложением всех материалов, указывающих о перекладывании ответственности с одной прокуратуры на другую. Дать правовую оценку деятельности компании-застройщика. Вдова погибшего сотрудника полиции Зулгайнат Амарова проживает по улице Заманово в Махачкале. По словам заявительницы, управляющая компания ее дома не выполняет свои обязательства перед жильцами. На сегодняшний день бойлер испортился. Мы, жильцы, сами установили бойлер. И испортились трубы, текут трубы. Трубы установили. Электропроводку по 250 рублей собрали, сделали. Фаза пропадала. Мы восстановили вот эту фазу. Вице-примерам было принято решение созвать комиссию и проверить, как на самом деле работает управляющая компания. Госжилой инспекции курирую я. Джабраил Али Магомедович получает поручение доложить мне в письменном виде о проведении проверки с актами всего подтверждающего. В эту комиссию я включаю своего помощника, чтобы не просто отписаться в госжилой инспекции. Большая часть обращений носила социальный характер. В общей сложности было принято более полусотни граждан. Решение всех поступивших заявлений члены правительства будут держать на контроле и дальше. Патяна Брузиева, Саид Кутиев. Время новостей.